Управляемый термоядерный синтез еще мечта, но здесь, в этих лабораториях, ученые все ближе к ее воплощению. И тогда отопление и освещение огромных мегаполисов без сжигания нефти и газа. И даже полеты к Марсу всего за месяц. В этой газодинамической ловушке фактически пытаются поймать будущее. Люди по большому счету пытаются изобрести свое солнце. Да, именно так. Энергии человечеству нужно все больше и больше, учитывая набранную, дикую скорость научного развития. У каждого в кармане есть смартфон. Вот на обработку и распознавание одного простого речевого запроса, отправленного с персонального смартфона, затрачить в среднем энергия, достаточная, чтобы вскипятить литр воды. Вы сказали, что у всех смартфоны есть, а у меня нет смартфона. Да, и у вас нет, видите. А ведь у всех есть. И по поводу кипячения воды, если она чистая, ее кипятить не надо. С шутками и думается лучше, так и во время любого разговора особой важности. А то, что тема крайне важная, президент подчеркивает несколько раз. Мир меняется на глазах. И лидером станет тот, кто будет обладателем новейших технологий. Россия собирается строить синхротрон. Зачем нам нужен синхротрон? Он вообще для чего? Вы знаете, какая штука? Нам надо создавать новые материалы и новые технологии. Значит, чтобы создавать материалы и технологии, мы должны знать их структуру, чтобы их делать. То есть, как расположены атомы. Сегодня мы очень хорошо с помощью рентгена видим положение атомов, точное, пространство. А теперь мы хотим увидеть, как они туда двигаются. Вот и все. Вопрос, какого поколения нам синхротрон строить? Следующее. Нам в целом нужны крупные проекты в стране. В целом. Это правильно. Они объединяют, они мобилизуют, они становятся такими сами по себе двигателями движения вперед. Я не хочу сказать, что это завтра прямо произойдет, но затягивать тоже не нужно. Прямо делайте сейчас. Тем более, что мощная научная база у России есть. В Институте ядерной физики продолжаются исследования с помощью коллайдера. Ведь до сих пор люди досконально изучили всего-то 3% вещества, из которого состоит Вселенная. Про 97% неизвестно вообще ничего. Наше вещество, то есть устроен мир, который мы каждый день видим, это лишь очень маленькая часть Вселенной. А это что может означать наличие такой материи? Хоть что, включая даже существование параллельных миров каких-то? Это вполне себе обсуждаемая научная теория. Это все кажется невероятным, но ведь на наших глазах в последние годы все чаще становится реальностью то, что еще недавно тоже казалось невозможным. Они в наркозе, их можно не бояться. Подопытные мыши больны, им подсадили клетки рака мозга. Такая опухоль у человека практически всегда вызывает смерть. Есть одна технология — облучение нейтронами, но для нее нужна была бы целая атомная станция. Новосибирские ученые разработали установку, которая может поместиться в обычной поликлинике. Фактически уже там на третий день после облучения опухоль рассасывается. За вклад в развитие науки президент ежегодно вручает награды молодым ученым. Максим Никитин удостоен премии за разработку умных наноматериалов. При лечении не бредить всему организму, а лечить именно больной орган. Да, это основная цель. На церемонии награждения Никитин рассказал, что идея осенила его перед сном. У нас в народе говорят, сделал дело, гуляй смело. Говорят, заметьте, перед сном придумал свое открытие замечательное, а потом спокойно заснул, отдыхает, значит, психика очень сильная, устойчивая. Никита Башнин получил премию за глубокое изучение истории российского Севера. Знаешь, прошлое легче в будущем, уверен он. В средневековой Руси существовала традиция передачи духовного опыта от старцев к новопостриженным инокам. Сейчас Российская Академия Наук реформируется, но несмотря ни на что, сохраняются научные школы. И это дает возможность преемственности. Я хочу всем вновь постриженным инокам российской науки сегодня пожелать удач и дальнейших успехов. Разработки Константина Коха, еще одного лауреата, позволят видеть предметы в новом диапазоне излучения, даже сквозь пламя. Он считает, что в последние годы диапазон возможностей для ученых... ... Donkey Kongs.